Добрый день читатели Gagadget.com. С вами снова говорящие руки Нины Глушенко. Вы смотрите видеообзор смартфона Huawei Ascend D2 флагманского аппарата компании Huawei, цена которого в Украине составляет порядка 4000 гривен. За эти деньги пользователь получит 5-дюймовый Full HD дисплей, 13-мегапиксельную камеру, Android 4.1.2, 4-ядерный процессор и Silicon K3 V2, 2 гигабайта оперативной памяти, но без возможности ее расширения при помощи карт microSD. Смартфон облачен в корпус с белого глянцевого пластика и неплохо лежит в руке благодаря скошенным торцам. Управление осуществляется при помощи экранной клавиатуры. Кроме нее на лицевой панели расположился динамик, глазок камеры и датчики. MicroUSB и слот под карту microSIM наверху. Чтобы установить карточку понадобится скрепка, сережка или ключик, как для iPhone. На правом торце у нас кнопка блокировки экрана и двухпозиционная клавиша регулировки громкости. Она съехала на середину аппарата, но для такой диагонали все очень удобно. Клавиши лежат прямо под пальцами. Аудиовыход и динамик расположились снизу. Для динамика это большой плюс. В таком месте его очень сложно заглушить, хотя аппарат и так очень громкий. Качество звука в наушниках мне тоже очень понравилось. Впервые за всю мою историю знакомства со смартфонами Huawei. Левый торец пустует. Сзади на возвышении находится глазок камеры, выше вспышка, в центре логотип. Так выглядит большинство смартфонов Huawei. Корпус собран отлично, нет зазоров, прогибов, поскрипываний и прочих недостатков. В руке этот великан лежит просто отлично. Переходим к интерфейсу. Нас встречает традиционное кольцо с четырьмя позициями. Вниз снять блок. Вверх зайти в звонки. Влево запуск камеры. Вправо сообщения. Привычного для пользователей Android меню приложений тут нет. Есть только несколько рабочих столов, как в iPhone. Работает интерфейс плавно. Экран, к слову, отличается приятной высокой чувствительностью. Чтобы удалить любое приложение, достаточно поступить с ним так, как с ненужным ярлыком на рабочем столе Android. Длительное нажатие и перенос в корзину. Все, его нет на смартфоне Huawei D2. Интерфейс позволяет создавать до девяти рабочих столов. Установленные приложения можно прятать в папочку, как в HTC One или в Oppo Find 5. По умолчанию в несколько папок объединены приложения по темам и от одних разработчиков. На главном рабочем столе есть один большой виджет. Если мешает, его можно удалить, но только целиком. На нем нашлось место для погоды, часов, виджета плеера, самых популярных контактов, которые вы сами можете редактировать. И количество этих контактов зависит от размеров других виджетов. Редактировать его можно только частично, выбирая из ограниченного списка возможностей. На каждой из рабочих столов можно добавлять виджеты стандартные Android и из предустановленных приложений, разумеется. А вот менять размеры виджетов, как в Android 4.1.2 должно быть, увы, тут нельзя. Для пущей красоты разработчики добавили возможность менять эффекты переходов между рабочими столами, как в интерфейсе смартфонов LG. Кстати, тут есть и умная подсветка, как в смартфонах Samsung. Так что D2 занял уверенную середину между красивыми и умными. Полоска экранной клавиатуры тонкая, на мой взгляд. И мне так и не удалось научиться набирать текст так, чтобы периодически не попадать на клавишу домой вместо пробела. Если вдруг интерфейс смартфона начинает притормаживать, а такое бывает, изредка, но бывает, это же Android, плюс высокое разрешение экрана нелегко дается не самому мощному на рынке процессору. Вы знаете, что делать. В соответствии с трендами, большой список настроек разбит на вкладки. Тут их две, общие и все. В принципе, большинство настроек совершенно стандартны для всех смартфонов на Android. Но тут есть небольшие дополнения. Например, не нравится экранная клавиатура, можно спрятать. Но, как по мне, это совершенно неудобно. Но дело ваше. Нужно сэкономить заряд аккумулятора в командировке. Вуаля! Порядок функций меню быстрого доступа неудобный показался. Это можно исправить в настройках, буквально в пару нажатий. Мне очень понравилось, как выглядит интерфейс этого смартфона. И в целом он произвел на меня очень хорошее впечатление, особенно с учетом его цены. И, несмотря на ни рекордные, ни флагманские результаты в бенчмарках, чуть более 9000 в Antutu и чуть менее полутора в V-Lama, аппарат получился, на мой взгляд, очень интересный и приятный. Более того, это самый доступный смартфон с Full HD экраном, в котором, тем не менее, нет каких-то компромиссов. А его камера находится на флагманском уровне. Об этом можно прочитать в сравнительном обзоре камер флагмана 2013 года на gagadget.com. За это все он получает от нас награду «Мы рекомендуем». Продолжение следует...